Мы на месте и сейчас будем уже заходить. В принципе, я могу переодеваться прямо перед вами, перед каменью. Все, ты готов? Да. Это здесь, которое можно сделать, как делать это. В результате произошла переоценка ценностей. Понял, что нужно наслаждаться каждой минутой своей жизни, а также стал помогать людям, ничего не ожидая в ответ. 10 лет мечтает изменить свою внешность. Можно называть его Эдик, как его называю я. Эдик давно хотел сделать себе пластическую операцию на челюсть, и он изучал этот вопрос. И сегодня мы вместе с ним приехали на Каннам в Сеуле, потому что Эдик записался на консультацию в клинику пластической хирургии Риджин. И скоро мы пойдем на прием. Я хотел бы узнать про операцию на челюсть, чтобы восстановить свою челюсть на место поставить. У меня теперь передняя челюсть выдвинулась вперед, а верхняя сдавлена назад на неправильный приход. Несколько лет назад я видел программу «Ледмиин», где участвовал доктор Ро. Я уже давно хотел эту операцию. Мне его нравились работы именно по пластической хирургии нижней челюсти. Просмотрев эту программу, я хотел несколько в поликлинику узнавать, возможно ли восстановить мой прикус, потому что у меня прикус неправильный. Во время этих консультаций я увидел в блоге Ники, то, что она ходила в Риджин. Я поднялась на 15 этаж, здесь у них ресепшн. И увидел этого доктора О, то, что она консультируется у доктора О. И тоже решил сегодня записаться именно к нему. Так как на моем канале эта тема достаточно популярна, я решила сегодня вас взять с собой. И я решила, что это отличная возможность показать вам весь процесс, что будет происходить, что в итоге решит Эдик, будет ли он делать пластическую операцию, или же будет принимать решение дальше. Поэтому сегодня мы вместе с вами посмотрим, что будет да как. Ты готов? Да. Нам уже по времени пора? Да. Пойдем. Пойдем. Итак, мы с Эдиком уже приехали, мы на месте. И сейчас будем уже заходить в Риджин, в клинику пластической хирургии. Здесь от метро совсем недалеко. Вот там находится метро. И сейчас мы с Эдиком зайдем вот сюда, нам нужно. Вот это здание. Мы уже внутри. Вот как здесь все круто. Так, Эдик сейчас проходит консультацию у ассистента, перед тем, как пойти на основную консультацию к хирургу. Задают интересующие вопросы, и ему сейчас все расскажут и объяснят, что да как будет происходить. Ассистент, у тебя что спрашивает? Пошел, расскажи. Что именно я хочу? Как именно я челюсть хочу себя видеть уже в будущем? Потому что мне предстоит двойная операция. Это я имею в виду верхнюю челюсть и нижнюю челюсть. То, что мне верхнюю будет подвигать вперед, нижнюю чуть назад. Травма у меня была 12 лет назад. Со временем у меня все влево пошло. Исправит тоже так же. Нос пошел, глаза и уши. То есть полностью, в принципе, ты хотел бы пропорции лица, чтобы все было ровно. Я ей объяснил, и она мне сказала, что это все нужно делать поэтапно. И это все нужно уточнять у хирурга. Не сразу, а надо у доктора все узнать. Это очень впервые, пробирается. Мне надо уходить. Но я вас разговариваю. Я хочу уходить, за это. Или я хочу уходить, я хочу уходить впервые. а потом я хочу уходить. Я хочу уходить в руках. Это, лет назад мы с 19, 2012' 1920 года, я來ала, что-то давать, но после этого я работал в семье. Ни так не перехал, даже я не был в семье. Слышно? Да, с вами был странный год, но это что-то давать с двух сестров. О, это то то, что я не был в семье. 2012' Bloody 12. Эдику сказали пройти в разделе Оставить здесь все свои вещи Потому что сейчас ты пойдешь Делать снимки Медицинское обследование Ты будешь проходить полностью Перед тем, как пойдешь уже на консультацию Собственно к хирургу Здесь видишь кодовые замочки Все будет в сохранности Набрать 4 цифры, когда я уже закрою Переоденусь В принципе я могу переодеваться Прям перед вами, перед камерой Только не снимай муку Халат На халат похожи Ну что? Все, я готов Все, ты готов? Да Пойдем Надо только верх переодеть Так, все Эдику делают котель Будут делать снимки ему Вот здесь вот так вот выглядит комната В прошлый раз мне тоже делали В разных положениях Я так поняла Делают несколько снимков Ну что, как дела? Все хорошо Мне только что сняли со всех сторон снимки Это походу у них аппарат Чтобы видеть кости как расположены Да-да-да, я с той стороны видела В свободном прикусении В разном положении Так же вот на этом аппарате Мы тоже самое сказали Прикусить И снять все Чтобы все кости выдвинуть там И так же сделали твои снимки Фото, да Со всех сторон До Состояние Сбоку Слева Сбрава Вверх Подбородок Сейчас Эдику буду делать слепок Сиди лучше тихо и не двигайся Он быстро застывает Сейчас посмотрим, что Наверное, будут и верхнюю, и нижнюю делать Слепок челюсти Уже потихоньку начинает застывать Так, наложили состав и на нижнюю челюсть Сейчас будем ждать, когда застынет Потом посмотрим А вот здесь какой прекрасный вид открывается Прямо на конам Красота Эдику сделали флорографию И сердце сейчас смотрит его Уже все нацепили Это все тоже делается достаточно быстро Так, все, мы заходим на консультацию к доктору О Это снимки Эдика И доктор О держит в руках слепки Сейчас у вас третий Расположение челюсти Классификация Классификация 3 Третья По классификации Классификация 3 Левую сторону хорошая Левую сторону можно сделать вот так Левую сторону можно сделать вот так Да, это, 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 это Здесь Здесь нужно имплант Вы должны быть имплантом Потому что это пустоты Это не торопится Но вы можете сделать это Но этой стороны Два верхних зуба У вас слишком Это должно быть там Слишком низкое положение Ты понимаешь? Да И это должно быть Здесь И это как высокое Если вы не делаете Вы не можете получить нормальный Битт Если не это, то у вас будет хороший Потому что ваша кондиция Но когда мы вставляем это Это вызывает проблем Здесь Если сделать челюсть одинаковыми То будет эта проблема Пустота У вас они все вместе Это спрейс, да? У тебя мост С этой стороны? С правой Я думаю, что это спрейс От этого зуба до этого У вас мост скорее всего И если бы у вас было по отдельности То можно было бы еще подумать Но он сейчас, видите, как для него это проблема И он спрашивает у вас, это мостик? Да, это мостик У меня этот Черамика Сколько? Да, 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 да То вам нужно будет снять обязательно Последние три хотя бы Если невозможно будет То нужно будет снять себе четыре А, все? Без проблем И, скорее всего, после операции Вам нужно будет сделать новое Чтобы подровнять вот Нижние и верхние зубы Потому что на данный момент Мы можем сделать это Много лучше И потом Потом Затем 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 То есть, это у тебя вот сейчас так Вот это сейчас так Ну, то есть, это вот так А потом И вот так А теперь Я правильно понял? Самая проблема это вот эти нижние два корня зуба. И здесь тоже. Мы уже пришли из клиники снова на свое место и сейчас Эдик вам расскажет, что именно ему сказал хирург и в итоге что тебе нужно делать дальше. Я сейчас прошел консультацию, мне взяли кровь на анализы, также сделали снимки моей челюсти по бокам с разных сторон. Мое желание такое же положительное, я также хочу сделать эту операцию. Я проконсультировался у доктора О, он мне сказал, что у меня есть одна проблема, это мои два коренных зуба. Так как на них коронки, мне надо их снять и когда сниму, при восстановлении прикус будет ровным. То есть сейчас они тебе мешают? Да, сейчас они мешают именно прикусы. Потому что они у тебя крупнее? Да, намного крупнее из-за этого. И расположены сейчас они под твой нынешний прикус. Да, прикус. А чтобы изменить был правильный прикус, чуть-чуть надо эти коронки избавиться от них. И уже потом, когда ты сделаешь хирургическую операцию, тебе нужно будет сделать новые коронки? Да, можно их будет восстановить, там как бы беспроблемно. Из-за этого, я думаю, это все возможно и у нас все получится, у меня все получится. Сейчас тебе нужно сходить к зубному, проконсультироваться теперь с ним. Да, чтобы снять эти коронки, я скажу к зубному. У нас теперь вторая консультация назначена на 11 число. И все возможно. Я думаю, до 11 числа я уже сниму эти коронки, чтобы уже 11-го пройти всю консультацию полностью и до второго. То есть, в принципе, тебе нужно подготовиться сейчас к операции. Да. И если в дальнейшем будет что-то происходить, то обязательно мы с Эдиком будем держать вас в курсе и будем снимать весь этот процесс также. Я хотела сказать, если у вас есть какие-то вопросы, которые вас интересуют касательно такой операции, как у Эдика, или же вообще все интересующие вас вопросы, оставляйте внизу в комментариях, потому что мы с Эдиком все прочитаем. И потом, возможно, снимем еще отдельное видео, где ответим на все ваши вопросы. Поэтому обязательно ставьте лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Смотрите мои предыдущие видео на моем канале. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи, всем пока! Пока!